Добрый вечер! В эфире информационная программа День города в студии Олеся Харлина и мы готовы подвести итоги пятницы. Смотрите сегодня. Расширяем географию. В Рязанском медуниверситете обсудили возможности обучения студентов из ЮАР. Награды за активную помощь в МЧС наградили добровольных огнеборцев. Хирургическая точность. Новую лабораторию представил ведущий хирург мира. Ежегодно именно в Рязанский государственный медицинский университет приезжают за дипломами сотни иностранных студентов. Лечебное дело, стоматология, формация, молодые специалисты, получившие специальности, разъезжаются в страны Европы, СНГ, Азии и Африки. Сегодняшний день можно считать началом нового витка истории учебного заведения. ВУЗ посетила делегация из ЮАР. Марина Комиссарова присутствовала на встрече. Делегация из Южной Африканской республики приехала с визитом в Рязанский медицинский университет в третий раз. Представители провинции Фристей посетили ВУЗ прошлой осенью и нынешней весной. И на этот раз приехали с конкретной целью, чтобы подписать так называемый меморандум о взаимопонимании. Именно так назвали документ, который 2 июня был подписан ректором Рязанского государственного медицинского университета имени академика Павлова, профессором Романом Калининым и министром образования провинции Фристей-ЮАР господином Магое. Сегодня в рамках подписания мы обсуждали перспективы дальнейшего сотрудничества и не только в рамках обучения и подготовки кадров, но и научных совместных разработок с ВУЗами Южной Африки и обмена преподавателей. То есть достаточно масштабная программа. Коллеги были удовлетворены университетом, условиями, которые мы предъявляем, оборудованием, на которое мы обучаем студентов, бытовыми условиями и, наверное, отношениями. Они беседовали со студентами, которые уже учатся и приняли решение начать работать с нами. Мы очень этому рады и надеемся, что все получится. И если в предыдущие приезды специалисты из Фристей изучали рынок образовательных услуг в нашей стране, то теперь стало ясно, что свой выбор они остановили именно на РязГМУ. И решение о сотрудничестве с медицинским университетом закреплено на официальном уровне. До настоящего времени в РязГМУ обучались две студентки из ЮАР, которые самостоятельно выбрали наш ВУЗ для получения образования. Теперь направлять студентов будет правительство республики. Уже в следующем учебном году Рязанский медицинский ВУЗ примет на обучение 10 граждан ЮАР. И это только начало масштабного сотрудничества. Как же приятно, когда среди молодежи, привыкши любой событие в первую очередь снимать на телефон, есть ребята, готовые сразу броситься на помощь. В апреле жители села Агропусты не имели все шансы пострадать от пожара. Дым от горящей травы уже заволок окрестности. Справиться с огненной стихией огнеборцам помогли случайно оказавшиеся рядом студенты. Сегодня их подвиг отмечен особой наградой. Сергей Конышев и Артем Губарев проживают в полянах, а в Агропустынь приехали посмотреть, что горит, и по возможности помочь с тушением. Сергей привлек еще и профессиональный интерес, ведь он учится в техникуме ворских на спасателя. Именно они сопроводили пожарные машины к кромке огня и попросили включить их в состав расчетов. Вместе с огнеборцами юноши тушили огонь до двух часов ночи. В результате возгорания удалось полностью ликвидировать. За самоотверженные действия при тушении травы молодым людям объявили благодарность, а сегодня их наградили в региональном управлении МЧС. Любой бы мог бы так поступить, ну сделать, ну приехать там посмотреть, если попросили там показать дорогу или что-то еще, как попросили нас. Мне кажется, любой бы мог так показать, а потом помочь. Горелую помочь тоже, не остаться равнодушным. Ну я думаю тоже каждый проезжающий мимо, ну кто видел, я думаю тоже бы смог так же поехать и тушить спокойно. Надеюсь, что на этом они не остановятся и дальше будут, скажем так, совершенствовать свои навыки, помогая нам, взрослым, в решении вот этих вот задач, которые внезапно возникают на территории Лизанской области. Ну и вообще хотелось бы, чтобы вот это вот воспитание нашей молодежи, которому мы сегодня стараемся и пытаемся уделять огромное внимание, чтобы оно не проходило даром, чтобы в наших рядах, в рядах МЧС, не важно, просто даже на территории нашей Лизанской области, вот всегда были вот такие вот ребята, на которых всегда можно положиться. Смелость и отвага ребят станет примером для многих их ровесников. Хоть и сами молодые люди уверены, так бы поступил каждый на их месте. Увидеть воочию, как работает один из лучших хирургов России и мира Константин Пучков – огромная честь, но ее он регулярно оказывает студентам Рязанского медуниверситета. На уникальной Всероссийской научно-практической конференции побывала наша съемочная группа. В течение двух дней ведущие специалисты обсуждают вопросы комплексного подхода к организации и проведению лапароскопических вмешательств, внедрению все более совершенных инструментов, технологий и методики освоения работы с большим количеством сложного оборудования. Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием студентов, интернов, ординаторов и молодых специалистов, инновационные подходы к этапам формирования врача-хирурга – одно из самых значимых мероприятий Министерства здравоохранения Российской Федерации. Во второй день конференции состоялась показательная операция на лабораторном животном с трансляцией из операционной ВЭТ-ЛАП в режиме реального времени. Прямо сейчас в ветеринарной лаборатории Рязанского государственного медицинского университета проходит мастер-класс от создателя научно-практической школы лапароскопической хирургии Константина Пучкова. Безусловный авторитет в оперативной урологии и гинекологии лапароскопической хирургии хирург с мировым именем Константин Викторович сегодня делится секретами мастерства с рязанскими интернами и действующими медиками. РязГМУ – третий в России вуз, где существует многопрофильная образовательная площадка, позволяющая провести полный доклинический этап подготовки хирургов различных специальностей. И студенты РязГМУ, и студенты интерны, ординаторы других медицинских вузов, а также практикующие врачи могут оттачивать профессиональное мастерство на базе Рязанского медуниверситета. Мы сейчас находимся в лаборатории Ветла Рязанского государственного медицинского университета. То есть это лаборатория создана для оперативных вмешательств на животных, но это не ветеринарная служба, это лаборатория для подготовки врачей-хирургов. У врачей-хирургов есть несколько этапов, то есть это развитие мануальных навыков как на сухих пляжах, так и на живых тканях. То есть вот как раз последним элементом в обучении является Ветлаб-лаборатория, где можно, вот вы видите сейчас, животное заинтубировано под общим обезболиванием, находится, то есть полное моделирование операционное, как это происходит в жизни. Дальше хирург работает, глядя на экран, и врачи отрабатывают мануальные навыки именно теми инструментами, вы видите их здесь у нас на операционном столике, то есть теми инструментами, которыми мы работаем в живой хирургии, в больнице, в клинике. По оборудованию и оснащению операционная представляет собой почти полный аналог операционной в клинике, что позволяет обучающимся приобретать опыт фактически в реальных условиях. Операционная Ветлаб открылась в ноябре, и Рязанский медуниверситет стал третьим вузом в России, где студентам предоставлена возможность оттачивать практические навыки на органических тканях. Значимость очень высокая, поскольку здесь приходится выбирать, или мастер-класс будет на животном, или сразу на человеке. Естественно, лучше отточить технику, какой-то прием на животном, уже потом полностью вооружившись знаниями, умениями идти к человеку. Действительно, свинья во многом, ну практически 100%, по нескольким, по некоторым органам восполняет практически, напоминает анатомию человека, поэтому все операции выполнены на мини-пиге, в данном случае тождественные операции на человеке. Можно еще раз вернуться сюда, для надежности. И теперь между ними уже в режиме резания пересекаем сосуд. Операция длится уже более часа. Он показал уже два базовых навыка. Это кишечный шов лапароскопический, резекцию прямой кишки. И по просьбе коллег из зала, он уже сейчас показывает удаление почки, нефрактомии. Примечательно, что Рязанский медуниверситет выводит качество подготовки медицинских кадров для нашей области и тех регионов, где нет медицинских вузов, на новый уровень. Врачи любого хирургического профиля могут оттачивать здесь свое мастерство и делать это на самом высоком уровне. Цикл подготовки врачей и хирургических специальностей теперь получается полным. И непосредственно с больными начинают работать молодые специалисты, имеющие высокий уровень теоретических знаний и практической подготовки. Еще в прошлом году законодатели серьезно обсуждали введение новых мер по борьбе со смертями на дорогах. Потери из-за беспечности и лихости водителей от ДТП сравнимо с введением военных действий. Вот только враг не нападает, а часто находится внутри автомобиля. И что особенно огорчает, как только сокращается само количество аварий, тут же возрастает смертность. Только за сутки в Рязанской области произошло более 30 аварий. Это кадры с ДТП на автодороге между селами Ласково и Диулино. Прежде чем перевернуться и вылететь на встречную полосу, УАЗ под управлением 21-летней девушки-водителя прочертил по асфальту около десятка метров. После столкновения с КАМАЗом все участники аварии получили различные травмы. В салоне легковушки находилось 4 пассажира, в том числе 5-летний ребенок. Рекорд для книги Гиннесса планировал установить на этой неделе Рязанец Руслан Немировский. Главным оружием в борьбе с конкурентами молодой человек выбрал обыкновенный мяч и свою выносливость. Приятно, что в онлайн-трансляции с места событий самое непосредственное участие приняла наша телекомпания «Город». Наталья Новикова расскажет, кто же он, неутомимый спортсмен, и какие непокоренные вершины ждут его впереди. Рязанец Руслан Немировский установил рекорд России по длительности чеканки. В понедельник, 30 мая, спортсмен публично чеканил футбольные мячи дольше 4 часов. Сейчас Руслан – преподаватель в футбольной школе и инструктор по фитнесу. С мячиком подружился с детства, а вот к осуществлению мечты шел довольно долго и упорно. Постоянные тренировки с футбольным мячом, больше фристайл по 2-3 часа, как минимум одна тренировка, в день по 3-4 бывает, но около 9 часов, в принципе, с мячом я работаю. То есть это не просто чеканка, это определенные трюки. Они и в прыжках, и просто ты в воздухе ноги, и на голове, то есть все-все-все подряд. То есть все возможные дисциплины фристайла использовал. По словам самого спортсмена, путь к рекорду был достаточно долгий и весьма тернистый. Заявки на рекорд мира и Гиннесса не единожды отклонялись. Помочь Руслану в его стремлении тоже никто не брался. Откликнулась наша телекомпания. И заинтересовавшись идеей взяла потенциального рекордсмена под крыло. И даже организовала онлайн-трансляцию с места событий. Я хочу выразить огромную благодарность телекомпании «Город», который будет сегодня снимать, ребята, которые сюда приехали. Им в первую очередь, я говорю огромное спасибо, потому что поддержали, и всю аппаратуру с собой привезли. И больше, чем я даже заморачивался, я бы сказал. Будем бороться. Буду ждать девушку свою. Она мое вдохновение. Скоро приедет, надеюсь, с Москвы. Руслан был настроен чеканить мячом как минимум 25 часов, чтобы превысить мировой рекорд и попасть в книгу Гиннесса. Но во время чеканки у него закружилась голова, и он упал. Несмотря на то, что этого времени хватило, чтобы стать рекордсменом России, сам спортсмен с собой недоволен. Рекорд России, да, установлен. Осталось его официально зафиксировать, ну, отправить это в видеозапись эксперту по книге рекордов России. Вот. Ну, все равно, это не то, что я хотел. Я хотел намного больше. И вот вроде многие ребята поддерживают и говорят, ты молодец, ты сделал, типа, вообще невероятную вещь. А все равно я не доволен. По словам Руслана, много факторов повлияло на то, что рекорд Гиннесса установлен не был. Теперь сделаны выводы, ошибки учтены, есть огромное желание двигаться дальше и покорять новые вершины. В следующий раз Гиннесс будет обязательно покорен. А пока тренировки, тренировки и еще раз тренировки. Я буду тщательно и основательно готовиться. Не знаю, ближайшее лето и, наверное, осень я потрачу на подготовку. Наверное, ближе к зиме. Ну, а мы поздравляем спортсмена с мировым рекордом, рады знакомству с ним и желаем исполнения мечты и дальнейших побед и свершений. Приятно, когда каждая городская клумба радует глаз бархатными цветами. Но еще приятнее, когда к ее появлению причастны дети, в буквальном смысле отвечающие за каждый посаженный цветочек. Воспитанники школы детских садов с огромным удовольствием принимают участие в таких акциях. Только сегодня город стал богаче на сотни растений. Подробнее в сюжете Алены Куколевой. В Рязани появился цветочный смайлик. Акция «Экология в твоих руках» прошла в молодежном сквере. Школьники и представители молодежной администрации в преддверии Всемирного дня охраны окружающей среды и Дня эколога оформили клумбу в виде смайлика. Я работаю вожатой в летнем школьном лагере. Сегодня мы с ребятами ходили в сквер рядом с нашей школой и поучаствовали в акции, которая называется «Экология в твоих руках». Ребята высаживали своими руками цветочки на клумбу и также рисовали вот эти рисунки на эту тему. Они были очень счастливы, довольны и с радостью приняли участие в этой акции. Я считаю, что это очень важно прививать детям любовь к природе. Когда все цветы раскроются, смайлик обещает быть глубоглазым и улыбающимся. Кроме того, школьники нарисовали плакаты, призывающие к охране природы. Рисунки также разместили в сквере. Сам праздник, который состоится в воскресенье 5 июня, экологический Рязанский альянс приглашает отметить в городском парке, на котором жители города смогут поделиться своими растениями, саженцами, семенами и инструментами для садоводства. В наше непростое время иногда даже приятно быть человеком с гуманитарным образованием и не понимать, что, например, означает словосочетание «финансовая подушка безопасности». Дотянуть до очередного аванса становится все труднее. Аналитики подсчитали, что на среднюю зарплату россиянина можно купить около 9 минимальных месячных наборов продуктов. Помимо хлеба и макарон в этом списке есть молоко, яйца и даже фрукты. Что по этому поводу думают сами горожане, рассчитывая семейный бюджет, неизвестно. Далее о ценах, которые установились в регионе к первому месяцу лета. Портал регионального правительства, ссылаясь на Министерство экономического развития и торговли Рязанской области, докладывает о ценовой ситуации на потребительском рынке. По данным Рязаньстата, за последнюю неделю цены снизились на некоторые социально значимые продукты. Так, капуста подешевела на 5%, свинина на 4,5%. Цена на рис снизилась на 3%. Также подешевели яблоки, пшено, мороженое рыба, яйца, подсолнечное масло и сахар. Но незначительно. Всего на 2 и менее процента. При этом повышение цен специалисты отметили на картофель. Он подорожал почти на 7%. Лук репчатый стал дороже на 4,5%. Незначительно повысились цены на морковь, гречку и муку пшеничную. Цены на кур, баранину, сливочное масло, чай и хлеб незначительно увеличились или остались без изменения, сообщает сайт регионального правительства. Стоимость набора из 23 социально значимых продуктов питания в Рязанской области ниже, чем в таких регионах Центрального федерального округа, как Смоленская, Тверская, Калужская, Ивановская, Тульская и Тамбовская области. В городе Рязани его минимальная стоимость отмечается на ярмарках выходного дня и составляет 1618 рублей. На сегодня это все главные новости и события. Я желаю вам приятно провести оставшуюся часть вечера и предстоящие выходные. И прощаюсь до понедельника. Субтитры создавал DimaTorzok